Студия Медиакнига представляет. Артем Каменистый. Восхождение Дарка. Глава первая. Первые шаги. Разблокированные параметры персонажа нет. Выход притягивал к себе, как сильный магнит. Дарку почти нестерпимо хотелось оказаться на уровень ближе к завершению испытания. Всего-то и требуется сделать один шаг в горящий овал, и все. Ты уже на следующем ярусе перевернутой пирамиды. Однако он знал, что это только начало непростого пути. Дальше придется пройти еще через 98 проходов, и многие из них не настолько легкодоступны. К тому же перспективы завершения испытания туманны. Увы, но выше 62 уровня за всю историю Экса ни один игрок не забирался. Тот рекорд установил лесной бизон. Матерый игрок. Дарк в подметке ему не годился по стажу участия в подобных проектах. Его подработка, как киберспортсмена, лежала в области полулегальных или даже вовсе нелегальных сессионных игр. В них все ограничивалось крохотными локациями для поединков двух и более участников. По окончании боя и победители, и побежденные без промедления оказывались в реале. Да, опыт в таких делах дал ему кое-какие навыки, полезные в нынешней ситуации, но говорить об этом всерьез не приходится. А еще у Дарка нет бонуса в виде доступа к разнообразным базам данных. Только официальный форум, где даже со стандартной информацией все уныло. В общем, куда ни глянь, сплошные минусы. Так зачем же он отказался от предложения начать игру с чистого листа в нормальной локации? Зачем-зачем? Да затем! Вряд ли игра предоставит ему второй шанс столь значительно приподнять персонажа над среднестатистической массой. Жертвовать столь серьезными преимуществами, конечно, можно, но только в совсем уж безнадежных ситуациях. Эту ситуацию Дарк безнадежной не считал. Да, разобраться непросто, однако есть шанс выбраться из нее без потерь. И даже заполучить новые бонусы. Всего-то и требуется пройти девяносто девять ярусов. Расплюнуть! Покорение пирамиды Дарк начал с того, что занялся составлением карты первого уровня. Ну и заодно занялся поисками, не завалялось ли здесь что-нибудь полезное. Исходя из рассказов лесного бизона и знаний основ пространственной геометрии, можно предположить, что по площади эта локация должна оказаться самой маленькой. Так что много времени ее исследования занять не должно. Первым делом попытался добраться до решеток, через которые сливались две громадные струи, подтапливающие всю площадь отстойника. Увы, напор оказался чересчур велик. Дарка попросту с ног сбивала при попытке приблизиться, а уж прыгать под низвергающимися водными массами нечего и мечтать. Пришлось отказаться от попытки столь нагло выломать металлический пруд. Да и металлический ли? Толщиной в руку, покрытый склизким зеленоватым налетом, он может оказаться из чего угодно, кроме разве что дерева. Потому как древесина долго такой напор в сырых условиях сдерживать не сможет. Отойдя на пару шагов, Дарк начал всматриваться в решетку, пытаясь понять, нельзя ли что-нибудь с нее поиметь другими способами. С разных ракурсов изучал, смещаясь влево и вправо. Но заметил только какой-то предмет, застрявший меж массивными прутьями. Что-то похожее на небольшой мяч неправильной формы. Детали, увы, не понять. Вода заливает. Может, камень сверху принесло? Да, не исключено. Но даже если это кремень высшего сорта, Дарк вряд ли сумеет сотворить из него приличное оружие, потому как для работы потребуется как минимум два булыжника. Или, оглянувшись по сторонам, приблизился к одной из стен. Ободрал сырой мох, обнаружив за ним поверхность, более всего походившую на некачественный бетон. Повозившись немного, ухитрился даже отколупать кусочек размером с некрупную горошину. Мысленно представил, что где-то там, за этой стеной, находится прекрасная локация, прямо-таки райская. Всего-то и требуется при помощи ногтей проделать десятиметровый лаз. Ну да, не работа, а сказка. Лет за восемьсот можно справиться. Вновь обернулся к решетке слива, уставившись на непонятный предмет, который скатился в потоке откуда-то сверху. Что же это такое может быть? И нет ли там еще чего-нибудь? А это как понимать? Обстановка начала меняться. Светящаяся живая мелочь, ранее основавшая в воде туда-сюда без малейшего намека на упорядоченность, внезапно изменила своей привычки. Все крохотные создания дружно устремились прочь от слива. В один миг сорвались, будто по команде. Несколько секунд, и ничего не осталось, кроме отдельных мечущихся искорок. Эти явно заблудившиеся или больные. Они тоже паникуют, но не понимают, куда следует драпать. Что же их могло так напугать? Неужели приближаются мобы, о которых рассказывал лесной бизон? Если так, то они должно быть ужасные твари. Дарк на разных навидался, но не припомнил, чтобы от кого-то столь дружно улепетывали насекомые и прочая мелочевка. Со стороны мрачного зала, заставленного гнилыми островами огромных деревьев, донесся звук, похожий на протяжный вздох, исполинского создания размером минимум с Годзиллу. Существу, чьи легкие способны породить такой шум, там попросту не хватит места. Хотя, конечно, Дарк не может говорить за всю локацию, он ведь в глубины ее не забредал. Но высота неровного свода и до 15 метров не дотягивает, здесь такие монстры даже ползком не проберутся. К тому же в звуке не ощущается жизни. Его издало что-то, а не кто-то. Какое-то неизвестное Дарку явление, а не представитель игрового биоценоза. На этом все только начиналось. Локация, похоже, устроена так, что ее поверхность только кажется ровной. Если не учитывать незначительные углубления, уровень мутной воды на ней тем ниже, чем ближе ты находишься к выходу. В десятке шагов от светящегося овала она едва ступни намачивает. Там, где возвышаются первые мертвые деревья, поднимается до середины голеней, а на респе, где появился Дарк, ее почти по колено. Ну так вот, прямо сейчас вся эта вода подернулась рябью при полном безветрии, после чего начала уходить. Вначале Дарк заметил, что возле входа от нее только сырая полоса осталась. Чем дальше, тем шире она становилась, а волнение усиливалось, будто отлив начался. Вот уже последняя волна мелькнула, и дно обнажилось почти полностью. Остались лишь несколько углублений, интенсивно мерцающих от обилия, скопившихся в их тесноте мельчайших обитателей отстойника. Вот теперь стало понятно, куда они так дружно рванули перед началом непонятного отлива. Похоже, уходить вместе с водами, устремившимися прочь от выхода, им не хочется. Из глубин локации донесся новый звук. На этот раз ни капли не похожи на печальный вздох великана. Всем цивилизованным людям он прекрасно знаком. Звук смываемого унитаза. Вот только унитаз не из тех, которые в квартиры ставят. Похоже на то, что где-то там, вдали, у великанов располагается ватер-клозет с толчком соответствующих габаритов. Сливалось долго. Причем, чем дальше, тем тише становился звук. Закончилось все тем же вздохом великана, после чего воцарилась тишина. Если, конечно, не считать шума воды, так и продолжавшей хлистать из обоих сливов. И хотя лесной бизон ни словом не обмолвился о только что случившемся явлении, Дарк почти не сомневался, что спустя минуты или часы локация вновь затопится, после чего все повторится. Несмотря на все условности, игра пытается дружить с логикой даже в мелочах, а это значит, что скапливающейся воде надо куда-то деваться, иначе ярус затопится. Так почему бы ей не сливаться в унитаз для великанов? Вариант, конечно, странноватый, но ведь это нереальность. Первого моба Дарк встретил спустя пять минут блуждания среди мертвых древесных стволов. Он и до этого, так сказать, пытался отыскать жизнь. Задержался у пары луж, оставшихся после отлива, где пытался что-то полезное раздобыть. Просто хватал ладонями все, что успевал, благо деваться тамошней живности некуда. ловилось легко. Какие-то стеклянные креветки, колючие рачки, мелкие рыбки. Все не то. За охоту на столь смехотворную дичь опыт не полагается. Подобная мелочь, как правило, обитает в Эксе на положении живого фона. В отдельных случаях ее можно использовать как сырье для некоторых ингредиентов или не в самых дорогих рецептах, в основном алхимических. Но обычно ни на что не годится. Встречаются, конечно, исключения. Например, ужасающие пчелы, ульи с которыми с немалыми трудностями раздобыл лесной бизон. Знатную шутку с их помощью устроил Дарк, прощаясь с коршунами. Но мелюзга, оставшаяся в лужах, самая, что ни на есть рядовая, она полностью бесполезна. А вот это уже не мелюзга. Это полноценный моб нарисовался. Один из самых низовых, но за такого тоже полагается опыт. И еще с ним связаны воспоминания. Прям ностальгия. Обычная лягушка. Мелковатая, невзрачная, квакуша. Расселась на широченном основании древесного ствола и даже не косится в сторону Дарка. На его кажущемся безразличием не обмануть. Он ведь бывалый охотник на земноводных. Знает, что стоит приблизиться, и она сиганет в мутную воду, где поймать ее будет непросто. Надо камнями кидать или из рогатки их запускать. Но, увы, здесь с такими боеприпасами все сложно. Как и с рогатками. Ну да ладно. Теперь Дарк знает, что лягушки здесь вводятся, пусть даже в небольших количествах. Лесной бизон о них не упоминал, как и об отливе, который происходит под звук смываемого толчка. Так что к его рассказам можно относиться как к общей информации, а не считать их точной инструкцией по прохождению нижнего яруса. Чем дальше Дарк отходил от входа, тем больше лягушек попадалось на глаза. Возможно, в отлив они равномерно распределялись по локации, но сейчас группировались возле самых больших луж. Крупные скопления не встретились, но по две, три замечал регулярно. Девственно чистый лист в картографии постепенно заполнялся информацией. Спустя неполный час Дарк начал понимать, что отстойник представляет собой изогнутый коридор с почти ровным полом и сильно изменяющейся шириной. Местами сужался метров до двадцати, а затем разбухал почти до сотни. В таких местах от одной стены вторая не просматривалась, и многочисленные стволы деревьев мешали, и туманная атмосфера в сочетании со слабой освещенностью. Увы, но бороды лишайника, свисавшего со стен и потолка, мерцали еле-еле, да и серьезно разрастались далеко не везде. Иногда вдалеке слышались звуки, которые издавали явно немаленькие существа. Дарк не торопился с ними познакомиться, он ведь всего лишь на предварительную разведку вышел. Однако, как ни старался избежать встречи, все же столкнулся с одним нос к носу. Здесь углублений на полу почти не было. Поэтому шлепки по мокроте звучали не слишком громко. Плюс с потолка стекала приличная струйка воды, своим журчанием маскируя прочие звуки. И вообще, акустика в этой просторной сырости частенько шутки шутила. Так что Дарк чуть лбом не врезался. Хотя это преувеличение, орган обоняния он бы здесь точно не повредил. А все потому, что ростом моп не вышел, всего-то до поясницы макушкой доставал. И больше всего походил на всю ту же невзрачную лягушку, только прямоходящую. Плюс руки почти человеческие, с толстыми пальцами, каждый из которых заканчивался коротким коготком. Моп, опешив на миг при виде игрока, тут же потерял к нему интерес, обогнул и направился дальше, шлепая по мокрому илу перепончатыми ступнями. Дарк, обернувшись вслед, проследил за зеленокожим уродцем пристальным взглядом и подумал, что зря лесной бизон отзывался о них, как о серьезных противниках. Что-то на уровне бобра, если не слабее. Не чувствуется, что этот моп способен устроить неприятности. Да он даже не агрессивный, пока сам не полезешь, не тронет. Однако бизона нельзя назвать человеком, который попусту языком молотит. К тому же, если вспомнить того же бобра, в начало ударка с ним возникли немалые сложности. И это при том, что он кое-как сумел вооружиться перед схваткой, а здесь бродит с пустыми руками. Остановил себя, не позволив преследовать лягушку переростка. Подраться всегда успеет. Он ведь всего лишь собирался познакомиться с локацией, вот и продолжит знакомство. Когда во все уголки заглянет, тогда и можно попробовать помахать кулаками. Другого оружия ударка нет. нет. Третья